Приведушка доводы, и опять мои про Тиасай. Вот мотор завелся. У человека возникла проблема с двигателем. Появился подсторонний звук, который будет на 45 секунде. И он задался вопросом, это поломка или конструктивная особенность. Почитав форумы, он узнал, что это все-таки конструктивная особенность, как там пишут. Но я посоветовал ему обратиться ко фдилеру, пока машина на гарантии. И что скажет фдилер? Скоро появится этот подсторонний звук, ну, как мы знаем, работа Тиасай похожа на работу маленького дизеля, где множество маленьких стальных кузнечиков стрекочет, но это стрекотание иногда меняется на металлический звук дятла. Как вы слышите, появился посторонний звук. Этот звук стал человеку надоедать. Уявился он не сразу, а спустя энное количество времени пробега. Человек обратился к офдилеру по моему совету. Дилер посмотрел, послушал и выдал заключение. 17 февраля 2020 года. Произведен осмотр автомобиля и запуск на холодную совместно с клиентом. Также был произведен запуск нового автомобиля с аналогичным двигателем. На момент осмотра неисправности не выявлено. Работа двигателя на автомобиле клиента иного автомобиля не отличается. Появляющийся в процессе эксплуатации и являющийся конструктивной особенностью автомобиля незначительный шум, не влияющий на качество, характеристики и способность автомобиля не является неисправностью. Вот такое заключение. И как ему сообщили на форумах, такой звук может возникать, когда работает клапан сброса давления в ТНВД. Но давайте разберемся, что такое вообще ТНВД. У нас у Тиасаев стоит топливный насос высокого давления, не путаясь с тем насосом, который стоит в баке. В баке у вас насос низкого давления. Вот именно этот насос в баке подает по магистрали низкого давления топливо. И уже сам ТНВД, насос высокого давления, под давлением закачивает его в топливную рампу, далее в форсунки и в двигатель сам. Давление там сумасшедшее. От 120 до 200 бар. Представляете? Это очень колоссальное давление. Для чего это делается? Для точной дозировки топлива, для экономии его и для максимальной эффективности работы двигателя. Как он выглядит? Вот пример ТНВД. Сильно углубляться мы не будем. Прокажу все просто банально и просто. Справа у нас, как видим на рисунке, подается топливо по обратно поспательным движениям плунжера, который может приводиться в движение или движение кулачка, это механические, когда обратно возвращаются пружинки вот это, или электронасосом. Создается давление топлива, которое поступает уже в саму топливную магистраль высокого давления. При возникновении избыточного давления, здесь у нас находится клапан перепустной сброса давления. И этот клапан по заверению тех специалистов из формов создает этот металлический звук. Но давайте разберемся, как это вообще работает. Постоянно сбрасывать давление клапан на хвостых тем более не будет. Он сбрасывает давление на высоких нагрузках, когда создается большое избыточное давление и нужна большая обогащенная смесь. Ну, как можно подумать, и на хвостых оборотах. Но он открылся и сбросил, а мне постоянно бьет как молоток. Что же нам дает такой металлический звук? А металлический звук нам дает, товарищи, износ самого плунжера. Обратно поступательные движения, износ или засор, создает этот излишний звук. Или, как вариант, еще может быть, износ толкателя. Обе эти детали, что плунжер и толкатель, сделаны стальными и совершают обратно поступательные движения постоянно. Вот этот звук вы и слышите. А никакой там не клапан сброса давления. Так что я вам говорю, что этот звук является не конструктивной особенностью, а примером износа, физического износа механических частей ТНВД. И я советую просто этому человеку заняться своим ТНВД, потому что он барахлит. И в конце я вам покажу пример работы нормального двигателя 1.8, хорошо работающего ТНВД. А вам, люди, которые читают формы и всякие драйвы. Советую меньше читать, а больше изучать правильную литературу, смотреть правильный канал Стаса Ян и участвовать в нашем проекте нашей школы ДАВОСИ. Напишите на канал, ставьте лайки и до свидания. ДАВОСИ. 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 Продолжение следует...